доброго времени суток мои дорогие рада вас приветствовать на нашем канале с вами вита виртус сделаем обычный расклад по классике как вы любите мысли чувства действия загаданного человека в настоящий момент по отношению к вам посмотрим что происходит ваших отношениях что происходит его жизни и его мысли в настоящий момент что он думает какие эмоции он испытывает и планирует ли он что-то делать либо что он там собирается делать будет ли он делать будет три варианта инкор таро первый вариант колдун таро второй вариант и таро гранд люкса чиро маркетти третий вариант загадывайте если нужно больше времени ставьте на паузу будем тратить время видео кто-то обязательно рекламу поставит может хочу напомнить вам что у нас есть помимо раскладов академия таро где вы можете посмотреть огромное количество обучающих видео ссылочки все есть на канале под видео любом случае напишите напишите вам ответит куратором службу заботы помощи все объясняет ответить и конечно же напоминаю что есть еще не могу не могу сказать сколько 3-4 места на ретрит который пройдет на боли я провожу ретрит и стараюсь проводить хотя бы каждые три месяца потому что это тесное общение это личное общение это личные консультации которые могу проводить в разных уголках этого мира и конечно же интересные поездки встреча с интересными учителями людьми профессионалами исторической сфере так первый вариант что настоящий момент происходит между вами и между вами ничего между вами не происходит мужчина либо загаданный человек наблюдает за вами за вашей жизнью возможно поменялись местами возможно вам сейчас он не интересен сейчас занимается он наблюдением за женщины ее образ жизни чем она живет чем она занимается чем она дышит может наводить справки считают и очень удачливым богатым счастливым человеком но несчастным любви возможно в отношениях то есть человек успешны сама успешны реализованы счастливая жизнь достаток полная чаша но считает но ему кажется что вы страдаете вы находитесь каких-то романтических страданиях переживаниях может надеяться что по нему страдаете сейчас посмотрим вообще страдаете вы поэтому человек вы заново не вы ждете вы от него ждете какой-то конкретики вы пытаетесь понять вот когда он там наконец начнет как-то проявляться выйдет к вам на связь поможет ночью быть как-то проявится вашу сторону либо поможет как ждете от него каких-то действий просто наблюдаете здесь нет страданий здесь есть просто ожидание чего-то конкретного стабильного мужского такого да нет нет да но это его мнение то есть не обязательно что будут страдающие это он так считает что у вас все полная чаша императрица королева пентакли вы при деньгах вы при работе вы при бизнесе вы при какой-то собственности и все у вас прекрасно и хорошо и вы как и колесо фортуна все вас прям деньги идут вам как манна небесная но вот несчастным любви ну или каких-то своих переживаниях это его мнение как он видит ваши отношения потому что никаких отношений нет сейчас идут наблюдения друг за другом вы наблюдаете меньше больше наблюдает он а в чем его интерес кстати хронический урок сила вообще так обычно хотят повторить другой вопрос он не пойдет честным путем она будет будет изворачиваться искать какие-то подвохи потому что ну вот вы от него и ждете конкретики прямой мнейности желание повторить какой-то роман причем без каких-либо серьезных обещаний потому что видимо на дате не может так что он думает настоящий момент о вас хаос голове не понимает что у вас происходит очень много выдумок очень много фантазии могут может быть эротические фантазии вот он ваш король мечей красавчик пожонок может быть моложе может быть не моложе ну вот он паш но фантазиях он себя видит конечно королем не обязательно может быть про возраст вот он ваш холодный проницательный думающие логически думающие не эмоциональный мужчина что он думает о вас во первых он считает что вы действительно его ждете что вы находитесь каких-то фантазиях и иллюзиях но то что касается его сам нас вот непосредственных его собственных мыслей он реально очень много фантазирует может быть и внешне кажется как такой здравомыслящий мужчина на самом деле действительно очень много каких-то картинок фантазии параллельных реальности каких-то жизни в которых он живет и человек может придумывать себе какую-то реальность когда человек на себя вешать какие-то ярлыки либо играет роль какого-нибудь там мачо либо великого бизнесмена но вот он занимается больше фантазиями то есть он фантазирует программирует возможно что-то чем хочет уже спрашивала чего он хочет вернуться он хочет сексуальные взаимоотношения начать сначала он хочет почитать что он будет теперь по-другому все будет по-другому все теперь будет как-то по-честному по справедливости но посмотрим когда и желание этого он хочет что он чувствует какие эмоции он испытывает к вам очень тоскует скучает да вот он весь в последнее время в настоящий момент он полностью в воспоминаниях в каких-то теплых душевных сердечных эмоциональных воспоминаниях может быть хочет соотношения действительно потому что сейчас очень сильно грустит он тоскую здесь тоска и скука но опять же по миру или вот знаете почему он тоскует у него возможно были какие-то планы какие-то идеи вот которые связаны вместе с вами вместе с вами либо связаны с вами либо они у него появились тогда когда он был рядом с вами потому что у него ассоциация вы вот эти мои идеи мои планы на будущее которые остались в прошлом он о чем-то мечтал рядом с вами и И вот сейчас он как бы скучает по этой мечте. Есть классное, кстати, выражение, «Тяжелее всего забыть не человека, а ту мечту, которую он подарил». Вот у него, видимо, какая-то мечта родилась, какое-то желание родилось, которым он сейчас и живёт. Потому что эта идея, эта мечта ассоциируется у него как бы с вами. Он не то чтобы вас вспоминает, да, он скучает, но он скучает по тому времени, о котором он когда-то о чём-то мечтал. Был огонь, было желание, было много действий, была какая-то активность, было много поездок. Он тут даже не прав. Вот он, знаете, что чувствует? Он реально чувствует, что у него к вам страсть, огонь. Он хочет как-то действовать. Вы знаете, вот почему? Вот тут как бы он, какие чувства он испытывает? Он скучает. Я вам объясняю, почему он скучает. Он скучает по тому огню, который вы в нём будоражили. Вот то, как всё это заводилось, завораживалось, вот какая активность была в отношениях. Или вот как бы что человек думает? О чём он? Потому что он находится в своих собственных мыслях. Нет вас рядом, здесь нет первого варианта. Вот он вспоминает некую активность, которая существовала в его жизни всегда, когда вы были рядом. Что происходило? Сколько всего происходило? Да, возможно, у вас что-то произошло. Скандал, ссора, какие-то невыясненные отношения. Но, опять же, огонь. Вы ему открыли очень многое. Вы ему показали очень многое. Через вас он избавился от огромного количества каких-то страхов, привязок, каких-то раздражителей, неуверенности какой-то. Не скучает он по вам? Скучает, вспоминает. Возможно, о чём-то очень сильно сожалеет. Но сексуальная страсть здесь будет, сексуальная привязка будет. Хотеть он вас хочет. Другой вопрос, что у вас сейчас замерзший какой-то период. Секса у вас нет. Потому что что он чувствует? Я чувствую, что... Самое интересное... Он считает, что у вас в настоящий момент... Такое сочетание просто. Он считает, что в настоящий момент... Да, он испытывает к вам чувства, он скучает, тоскует, сексуальное влечение. Но он чувствует, что рядом с вами сейчас нет мужчины, и у вас нет секса. Потому что я немножко сопряжена с его планами, что вот он, если появится, он такой весь вау. Сексуальный, яркий, такой башня-дьявол. Он как бы возбудит снова страсть, всё это заново проснётся. А сейчас как бы всё стоит на паузе. Что ты будешь делать, мой дорогой король мечей? Мир находится на расстоянии. Выстраивать. Он будет пока наблюдать за вами. Долго будет наблюдать за вами. Не знаю, когда это закончится. Чем он занимается? Он пытается создавать вокруг себя, опять же, больше похоже на мир иллюзий, но создавать вокруг себя какой-то материальный мир. Показывает, что он материально стабилен. Может быть, и заниматься своей какой-то материальной стабильностью, своей именно физической, вот именно жизнью. Почему? Потому что, видимо, для него это некая опора для того, чтобы прийти к вам в отношения. Будет заниматься своим собственным миром, своими собственными проблемами. За вами он будет постоянно наблюдать на расстоянии. За вашими, возможно, отношениями, за вашими, возможно, какими-то действиями. Но он хочет с вами помириться. Он хочет с вами помириться, потому что вот подвох какой-то в первом варианте. Он вас любит. Нет, вот с любовью здесь сложно. Он незрел. То есть он ещё ребёнок в любви. Да, он может вас полюбить по влюблённым. Возможно, вы идёте ему учителем, потому что ему это очень тяжело даётся. Он в любви только учится. Он, может быть, и считал, что он умеет любить, но он как бы только начинает познавать эту науку любви. Поэтому у него отношения строятся. Тут я покажу, какой я крутой, тут я покажу, какой я герой-любовник. А здесь я покажу, какой я классный, расскажу про свои планы о будущем. Он очень хочет с вами помириться, потому что что он будет делать? Он будет налаживать мостики к вашему миру, к вашей жизни, к вашему быту. Как бы подкрадываться, приближаться. Аккуратненько, осторожненько. Меняясь. В его жизни очень многое меняется благодаря вам. Даже если вы сейчас не общаетесь. Вот эти изменения, они продолжаются. Возможно, потому что вы ему показали любовь. Возможно, вы показали ему этот мир. Возможно, потому что ваша любовь его очень изменила, весь его мир изменила. Он по-другому начал действовать, он по-другому начал принимать решения, он по-другому начал делать всё. Какие у вас перспективы? Пока качели. Пока качели. И вы, в принципе, в настоящий момент не готовы вкладываться. Может быть, он это и чувствует. Да, вы бы его простили, у вас остались к нему чувства, у вас есть к нему чувства, вы просто отвернуты от этого всего, потому что вы боитесь опять наступать на те же грабли, на эти какие-то болезненные эмоции, от которых вы уже, ну, вы пришли в себя. Вы уже, ему надо будет подстраиваться. Первый вариант, здесь женщина не будет активно действовать. Может быть, посмотрим, через месяц будет ситуация по-другому, но в настоящий момент, когда вы смотрите этот расклад, вы включаться не будете. Вот у вас такая позиция, появишься, дорогой, окей, посмотрим, что ты мне предложишь, чем ты придёшь. Но он действительно хочет как бы находиться в вашем окружении, находиться в вашем поле, находиться в вашем мире. Здесь вот просто начало такое, когда Паш попадает в окружение королевы Пентакли, императрицы, туза Пентакли, колеса Фортуны. Шикарная женщина, и он такой вот на всё это смотрит, и вы ему открываете новый мир. А вы от него ждёте какой-то стабильности. Понятия не имеет, что это за стабильность, но... Но хочется ему тоже этой стабильности. Мысли такие хаотичные. Но вы однозначно есть в фантазиях. В фантазиях о лучшей жизни, в фантазиях о том, что будет в будущем. Но может быть он такой просто типаж, который сначала о чём-что-то представляет, фантазирует, думает, и у него потом дальше-дальше, дальше-дальше как-то всё это развивается. Вы можете быть вместе, но вы больше проходите здесь как какие-то кармические учителя друг к другу, партнёры. Здесь больше не для семьи отношения. Здесь может быть... Может ли у вас быть семья? Вы разные по статусу совершенно. Союз, поверьте, пятерка Пентакли. Ну вот у вас может быть союз, если тема денег вообще волновать вас не будет. Тема материального достатка волновать вас не будет. Вам самое главное, чтобы вас любили, и он вас любил, тогда эти отношения могут существовать. Здесь мужчина заморачивается. Мужчина очень сильно заморачивается по поводу своего, получается, мира Пентакли, своего мира денег. Такой вот первый вариант. Итак, второй вариант. Голодим вторым. Посмотрим, что у вас там происходит, что у вас за отношения, мысли, чувства, действия. Что между вами в настоящий момент? Тоска, грусть, отсутствие каких-либо действий, отсутствие удовольствия. Никому не нравится эта ситуация. Пытаетесь понять, всё разрушено или нет. Ваши наштирка кукла. Как-то анализируете, что было, что помешало, что не понравилось. Что с ним в настоящий момент происходит? Сразу честно, совсем понимаю. Он очень сильно страдает, он очень переживает, он нервничает, психует. Ревнует, злится на вас. Из-за чего он ревнует, злится? Потому что вы ничего не делаете. Вы должны были как-то к нему проявиться, какое-то решение проявить, как-то показать ему свое расположение. Он считает, что у вас есть другой мужчина, кстати. Ладно, что он думает о вас в настоящий момент. Хаос в голове, не знает, что думает, находится на расстоянии, хочется всё это развивать, считает, что вы какая-то холодная, остывшая, он вас, вернее, не зацепил, вы от него отвернуты, вы на него никак не реагируете, и вы не участвуете в развитии. Вы расстались. Нет, вы не расстались. У вас просто какая-то... В прошлом... А что это за прошлое? Да не расстались вы. Так, что он ещё думает? Вообще думает об этой ситуации. Надо написать, надо поговорить, сейчас у вас пауза. Почему ты не пишешь, не говоришь? Напишет, напишет. Напишет, у него есть чувство, у него есть эмоции, что-то романтическое, интересное, выпендрится. Человек завышенной самооценкой, очень высокого мнения о себе, здесь считает, что он первый писать не должен. Почему? На самом деле, он как-то стормозил, он как-то неправильно что-то сделал, но он этого не понимает, потому что он считает, что ваши отношения остановились, прервались, какой-то тупик в ваших отношениях. Почему он не понимает? Как бы ему не даются удовольствия, либо вы не даете ему удовольствия, вы не действуете, вы там по тузу мечей за ним не прыгаете, страсть ему не показываете. Вы какая-то холодная, вы от него отвернулись, вы держите дистанцию, и в принципе он почему-то считает, что эту паузу устроили вы. Я думаю, что здесь просто проблема, кто напишет первый. Потому что у вас мужчина, какое-то не как недопонимание, как на разных языках разговаривается. Нет, вы ему очень нравитесь, у него есть чувства, здесь какое-то внутреннее недопонимание, какой-то внутренний такой дисбаланс, расстройство. Он ждет от вас действий, не понимает, почему вы за ним не бежите, не действуете, не прыгаете, не скачете. Что он чувствует, какие чувства испытывает? Влюбленность у него. Влюбленность, которую на время как бы остановили, он немножко как бы ее трансформирует во что-то другое, возможно, какое-то охлаждение из-за тех обстоятельств, которые сейчас с вами. У вас сейчас тупик в отношениях и какой-то резкий разрыв в союз. То есть начал разрыв. У вас союз как-то очень неожиданно появился и, в принципе, также неожиданно прекратился. Но он не прекратился, он просто находится в каком-то режиме неразвития. Что он думает, вы к нему чувствуете? Вам тяжело, вы ничего не показываете, но вы такая самодостаточная женщина. Он считает вас, что вы эгоистка, вы любите себя, наслаждаетесь собой. И, в принципе, он на вас не проявил какого-то такого сумасшедшего впечатления. Почему он так думает, я уже по этим картам говорю, потому что вы не действуете. Он почему-то считал, что вы сейчас, вот, вы должны как-то действовать, бегать вокруг него, суетиться и проявлять к нему, принимать какие-то решения, что-то предлагать, что-то говорить, что-то решать. Что он будет делать по отношению к вам? Нет, он будет делать. Он в итоге посидит, подумает, может, с кем-то посоветуется и начнет активно проявлять какие-то ухаживания. Потом опять будет молчать. У вас какое-то недопонимание. У вас лжи здесь нет, обмана здесь нет, здесь все по-честному. Почему вы друг друга не понимаете? Ну так, с разных перегов. Может, вы просто на разных языках разговариваете, как с разных, вот, как разная культура, разные интересы, разная... У вас нет плохого ничего, но он от вас чего-то ждет, и вы от него чего-то ждете. А на самом деле каждый просто смотрит со своей колокольни и не понимает. Да, он будет проявляться, потом опять будет замолкать. Потому что он как-то проявляется и ждет от вас отдачи. А вы ведете себя, видимо, как классическая девушка. Как вы себя ведете? Это же жезлов. Но вы отходите в сторону, даете возможность проявиться. То есть, если вам что-то не нравится, вы как бы замолкаете, отходите в сторону, показываете, что вам это неинтересно. Я жду каких-то дальнейших действий, проявлений любви. Вы действительно от него ждете каких-то проявлений. Скажи мне, что я тебе нравлюсь, скажи, что ты влюбился, не знаю, скажи, что я тебе симпатична. Пригласи меня куда-нибудь. Вы просто от него хотите какой-то романтики, действий. Какие у вас перспективы с этим человеком? Нет, шансы есть на хорошее отношение, на брат даже. Нет, у вас хорошие шансы. Я думаю, что, я даже смотреть ничего не буду, здесь хорошее отношение. Возможно, правда, разные культуры вам решать, что с ним делать, идти в эту семью или не идти, но он почему-то ждет от вас действий, либо какого-то приглашения, либо какого-то расположения. Что вам сделать, чтобы он вас понял? Тридцать шейник. Ну, ему надо показать, что вы действительно одна, что вы не замужем, что вы просто самодостаточная женщина, потому что здесь может быть какое-то недоверие, недопонимание. Вот ему кажется, что вы что-то недоговариваете. Может, и правда, просто язык вы не знаете или шутка. Я не вижу какой-то глобальной проблемы. Здесь могут быть нормальные и хорошие человеческие отношения. То с Пентакли и Иерафан, то король Пентакли это классика. Это человек, который может стать вашим мужем. Причем классическим, официальным, со всеми вытекающими последствиями. Просто ему надо показать, что вы одна, что вы, в принципе, не против. Вы рассматриваете этот вариант как императрица. Что его останавливает? Вот какое-то решение, какая-то... А, ну вы очень сильная. Да, он хочет, чтобы женщина показывала свою заинтересованность. Смотрите, что у вас там за мужчина, проявите, может, какую-то активность, покажите ему. Может, правда, мир и шестерка мечей была, а вы, правда, как с разных культур, с разных берегов, с разных стран, с разных языковых групп, потому что миры разные. Ему надо показать, что вы заинтересованы в отношениях, что он вам симпатичен, и что он примет какое-то решение. Ему надо показать, что вы действуете в его сторону, что вы как бы смотрите в его сторону, что вы заинтересованы в отношениях с ним. А вы по восьмерочке кубка, вам не понравилось? Буду я ему еще объяснять, пусть сам догадается. Тоже мне. Пусть действует, пусть доказывает любовь. А он наоборот, он как бы вам считает, что он делает правильно. Он вам дает возможность проявиться. Правда, как будто разные культуры, как вы друг друга не понимаете, потому что он вам дает возможность и не понимает, почему вы не проявляетесь. Ну, такой вот второй вариант. Такой второй вариант. Итак, третий вариант. Мысли, чувства, действия. Что у вас там происходит? Что у вас там? Как у вас там? Он думает. Решение какое-то важное принимает. Что у вас происходит в отношениях? Ух, тяжелая ситуация. Какое-то поддерживаете общение. Ну, вот знаете, как я это называю? Тяжесть в любви, тяжесть в партнерстве, тяжесть в ваших эмоциях. Ссора, скандал, недопонимание из-за финансов, из-за работы, из-за денег, может быть, из-за каких-то действий, но действительно скандал из-за какой-то материальной сферы. Либо не помогает, либо не хочет помогать. Тема споров и ссор материальная, жизненная, бытовая. Могли ругаться из-за каких-то трат, могли ругаться из-за каких-то действий, из-за работы. Ну, здесь очень много пентакливой энергии. Чувства здесь присутствуют, но опять же, тяжело выстраивать союз, тяжело выстраивать партнерские отношения, когда вы, в принципе, не можете решать какие-то мелкие трудности, мелкие проблемы. Сейчас все, как бы, по разным сторонам баррикад. Мужчина сейчас один, никого рядом с ним нет. И, в принципе, им очень хорошо и стабильно. А с вами что происходит? Ну, в принципе, тоже прекрасно. Вы занимаетесь своими делами, вас все устраивает, вы хозяйка положения. Единственное, иногда, конечно, переживаете, вспоминаете. Душа болит, сердце болит из-за того, что, на любом случае, какие-то воспоминания. Я не скажу, что у вас разрушенные отношения, у вас скандал был. Ссора, скандал на какой-то бытовой материальной почве, либо из-за отсутствия помощи, либо из-за отсутствия денег, либо из-за каких-то вопросов касательно трат денег, финансов. Что он думает в настоящий момент о вас? Церка Пентакли, девятка Жезлов, четверка Жезлов. Вам надо много работать, вы много зарабатываете, семья вам нужна, стабильная семья нужна, сохранять вам ее тяжело. Вообще, вам нужна семья и день. Церка Пентакли это хороший стабильный бизнес, либо хорошая стабильная семья, основанная на общем бюджете. По десятке Пентакли семьи и отношения строятся, исходя из финансового положения, ну, то есть, исходя из общих. Вот по десятке Пентакли, конечно, может быть и любовь, и дети, и чувства, но там очень хорошо налажена материальная сфера, то есть, все должно быть в достатке. Сейчас что он о вас думает? Вам это нужно, вам это необходимо, вы всячески будете поддерживать, защищать свой дом, защищать свою стабильность, защищать свою семью, свои деньги, свой бизнес. Ссоры, ревность, король мечей и королева кубков. Мужчина холодный, не эмоциональный, либо остывший, женщина нежная, ласковая. Почему-то он считает, что, либо вам нужен кто-то другой, потому что, что она о вас думает? Да, он прекрасно понимает, что вы нежная, податливая, вы пойдете навстречу, но здесь должен быть мужчина, который будет совершать действия в вашу сторону, будет принимать за вас решение, будет решать ваши проблемы, вы знаете, правильно все думает. Девушка должна быть нежная, женщина должна быть в доме кубковая, должна хранить тепло, нежность, красоту. Вот понимает и думает, он все правильно. Сейчас посмотрим, что он делать будет, потому что мысли у него правильные. Мужчина должен быть холодным, мужчина должен быть рассудительным, мужчина должен быть рядом, совершать какие-то действия. Но опять же, о чем он думает? Думает о сексе, думает о встрече, думает о свидании, думает о том, чтобы попробовать заново как-то себя показать. У него тут какие-то большие цели. Если у вас действительно была ссора из-за каких-то финансов, ну, либо заработка, доходов, то шут император Туз Пентакли, он тут думает о том, вас чем-то удивить, то ли большими деньгами, то ли какими-то большими успехами, то ли вот он начал что-то такое очень крутое, потому что император Туз Пентакли, ну, вот прям нашел золотую жилу. Он вам это расскажет. И, конечно же, хотел попробовать с вами отношения, хотел бы попробовать с вами начать заново. Ну, вот когда столько жезлов и огненной энергии, конечно же думает о сексе, конечно, он думает о страсти, о сексе, о желаниях, и встречи он хочет, свидания он хочет, постели он хочет. и параллельно думает как раз о том, что он вам может подарить, что он вам может предложить, что он вам... По сути, я не вижу, что он вам что-то может предложить, но хочет. То есть ему хочется быть этим пижоном, ему хочется показывать, что он весь такой крутой, любой ценой все равно вам это доказать, что он солнце, что он вот прям классный выбор. Пока это больше похоже на разговоры и на его эмоциональный запал, ну, посмотрим. Желание, желание огромное доказать вам, показать, что он чего-то стоит, что он звезда, яркий такой, замечательный. А что бы то ни стало, он докажет. Посмотрите, как он интересен. Он доказывает, что он солнце, что он классный, что он мужчина вашей мечты и так далее. Ты вот... Ну, ладно. Что он чувствует к вам? Тупик в отношениях, надо что-то делать, надо двигаться, боится соперников, испытывает к вам безумное желание. Секса не было у человека, он один, других женщин у него нет, думает только о вас, хочет к вам, хочет приехать, хочет увидеться, хочет... Ну, он думает вообще о дороге, как-то у него не получается, не складывается, то ли транспорта нет, то ли возможности нет, то ли машина сломалась, не знаю, как... Дорога не клеится. Вот он постоянно настраивается, представляет, как это будет, но ничего нет. Сексуальное желание, свидание, встреча, хочет... Романтическая встреча, поехать куда-то хочет... Вообще хочет какое-то путешествие какое-то с вами, романтическое какое-то путешествие с вами. Живет какими-то мечтами. Есть у него романтика, есть у него сексуальное желание, живет эмоциями, представлением, что мы будем с тобой вместе делать. Чувствую, что мы помиримся, все наладится, сделаем шаг, причем особо тут напрягаться я не буду. По рыцарю кубков приду, объясню все в любви. Он у вас нервный, психованный. Здесь рыцарь мечей, баланс у него... Что он чувствует? Сам реально чувствует и понимает, что он перегибает палку. Он чувствует, что ему сдерживать эмоции. Он чувствует, что... Причем... Да, вы такая же обиженная, вы такая же резкая, поэтому здесь как бы отсутствие баланса. Здесь надо держать эмоции. Он считает, что вы на него обижены, он считает, что вы холодны к нему, он считает, что вы еще злитесь, ревнуете его, простите, злитесь на него и испытываете какое-то такое даже охлаждение, возможно, разочарование в нем. Он у вас яркий, интересный, он за вами следит, он за вами наблюдает, он по вам скучает, таскует и чувствует реально, что вина его. Он не умеет сдерживать свои эмоции. Поэтому, может быть, тут и башни, и ссоры, и тяжелые, сложные ситуации. Что он будет делать по отношению к вам? Возвращаться в ваше отношение, постоянно возвращаться, что-то делать. Единственная, как-то странная тактика, неправильная тактика. Что он будет делать? Он будет показывать, что он возвращается, ну, как бы, хорошо, у нас с тобой не получается серьезные отношения, семья, давай будем любовниками, давай будем просто встречаться, секса хочется, на самом деле, страдает безумно, скучает он по вам и постоянно вас фантазирует, видит во сне, но предложит какую-то непонятную связь, давай попробуем, вот без обязательств, просто будем встречаться, таким образом хочет наладить дружбу, союз, попробовать не ревновать, у него в голове хаос, на самом деле, это необдуманное решение, оно вам, скорее всего, не понравится, ну, вот правильно, ждите, пока человек признается в любви, пока будет ценить вас, как главную женщину в своей жизни, будет жить, не своими удовольствиями, а будет создавать для женщины удовольствие, вот здесь только так, потому что мужчина эгоист, вот о чем он думает, мне надо доказать, что я солнце, я главный человек в ее жизни, но на этом отношения не строятся, вот в этом его не зрелость, в этом у вас, видимо, и ссоры, и скандалы, вот когда начнет проявляться, женщина будет в центре, я женщине дарю любовь, я женщине дарю заботу, женщина довольна, я тоже доволен, ей приятно, мне тоже приятно, вот это и есть любовь, то есть любовь, когда моей женщине хорошо, я люблю женщину через удовольствие, через ее радости, через ее наслаждение, а вот то, что он вам будет приходить и опять доказывать, что я крутой, ты вам не ошиблась, я классный, здесь императрице должно быть классно, вот если он так сделает, ну, это тяжело, это прям дьявол для него, мужчина очень любит себя, для чего вам его дали, мне кажется, для того, чтобы научили любить себя, научились любить себя, научились себя любить, научились, как бы стремление к внутренней любви, к себе, ожидание, взросление, да, да, он учится парности, а вы, он вас, как пример для подражания, научитесь так вот жить для себя, как этот мужчина, который вы смотрите по третьему варианту, такой вот, какие у вас перспективы, давайте глянем, пока тоска по женщине сходит с ума, но уже луна не так долго осталась, я думаю, скоро появится, потому что здесь уже, знаете, как страдания сошли, вас уже особо ничего не дергает, может быть, сейчас эмоции не такие накаленные, может быть, у вас и получится нормально общаться, потому что здесь очень много срывов, вот вы когда по отдельности, вы можете нормально общаться, когда вы вместе, он очень эмоционален, он горит, очень много огня, она и в страсти проявляется, и в постели, он, возможно, хорош, но в диалоге не очень, как бы уже ушли страдания, ушли недопонимания, недоверия, как бы пауза, я думаю, что если у вас была какая-то пауза ссора, ждите мужчину в хорошем расположении, в романтическом настроении, скоро должен появиться, потому что выход из паузы тяжело, хочу так, как было раньше, вот единственная его самая главная ошибка, вместо того, чтобы вам доставлять удовольствие, он почему-то пытается добиться от вас этого ощущения, что я в твоей жизни самый крутой, самый лучший, вот смотри, что ты потеряла, появится красиво, но потом опять, видимо, соскочит в своей вот эти энергии, можете ему намекнуть, что я хочу быть счастливой, а не быть обладательницей самого яркого мужчины на районе, я хочу быть просто счастливой женщиной, я хочу быть императрицей, я хочу не бороться за любовь, я хочу наслаждаться любовью, императрица, которая туз кубков, императрица, девятка кубков, я наслаждаюсь тем, что я твоя женщина, а не тем, что ты мой мужчина, вот он путает, он себя считает каким-то классным трофеем, что женщина должна на него бросаться, надо ему как-то объяснить, что я хочу быть просто счастливой, любимой, любимой, счастливой женщиной, ощущать себя любимой, счастливой этого мне будет достаточно такой вот третий вариант всего вам доброго и до новых встреч